Итак, добрый день еще раз, добрый день, уважаемые слушатели. Наш бизнес-канал продолжается, и сейчас время бизнес-класса на Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Игорь Моисеев, председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики. Добрый день, Игорь. Здравствуйте. И Павел Толстых, директор Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти. Добрый день, Павел. Добрый день, Олег. Замечательная тема сегодняшнего эфира звучит так. Почему чумоновики Всемирной Организации Здравоохранения проявляют интерес к стоимости сигарет и чем опасен резкий рост налогов на табачные изделия в России. Вот на эту тему мы будем сегодня общаться с моими гостями. Уважаемые слушатели, для вас я напомню. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну и, собственно, это все. Давайте начнем. Инфляционным поводом для нашей встречи сегодняшней мы будем считать следующее. Спецпредставитель Всемирной Организации Здравоохранения Луиджи Мильорини направил письмо министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, которым предлагает увеличить ставку акциза к 2020 году в 7 раз до европейского уровня. И вот первый вопрос у меня, наверное, будет к Павлу, Паш. Расскажите, пожалуйста, чем обусловлено такое рвение, такое желание, такая инициатива европейских властей в сторону российских? Ну, действительно, ВОЗ пару недель назад направил такое письмо с так называемыми рекомендациями российской стороне, в частности, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, где он, в общем, считает то, что Россия в недостаточной мере увеличивает акцизы на табак и предлагает довести акцизы на табачную продукцию до европейского уровня. Я прошу прощения, Павел, как вы считаете, это корректно чиновнику Евросоюза рекомендовать что-то российским чиновникам? ВОЗ – это международная организация, которая, в общем-то, в том числе финансируется Россией. Порядка 30 миллионов долларов в год мы ежегодно вкладываем в эту международную организацию. Для сравнения, Соединенные Штаты Америки вкладывают в ВОЗ порядка полумиллиарда долларов ежегодно. Это на предмет, кто диктует музыку, да? Да, да, это заказывается. Вот, и крупным финансовым донором Всемирной Организации Дреханини являются международные фармацевтические компании. Ну, например, компания Navartis вложила порядка 20 миллионов долларов за прошлый год. Ну, и там целые, практически все крупные глобальные игроки фармацевтические вкладывают деньги в эту организацию. Ну, то есть, например, Navartis, вклад Navartis в ВОЗ с сопоставимым вкладом России. Помимо этого, вкладывают деньги международные организации, так называемые фонд Блумберга, которые по всему миру борются с ускурением и так далее. То есть, я почему обращаю ваше внимание на это, потому что, в общем, кто является учредителем, кто является основным акционером, скажем так, организации, тот, в общем, как правило, и заказывает музыку в этой игре. Вот. Основная причина, почему ВОЗ недоволен акцизной политикой России по данному направлению, на мой взгляд, тоже надо искать, прежде всего, в деньгах. И основная ответ на этот вопрос, это, в общем, цифра 12,5 миллиардов евро. Это данные консалтинговой компании KPMG. Это сумма, которую Европа, Европейский Союз ежегодно теряет из-за дешевой контрабанды табачной продукции, которая идет в Европу через страны, прежде всего, Белоруссии и России, из сопредельных стран. То есть, на 12,5 миллиардов евро недополучает официально ежегодно федеральный общий бюджет Европейского Союза из-за транзитной зоны, которая проходит в том числе через Россию. Соответственно, еще небольшие данные, это данные уже от НС, тоже Мирового исследовательского агентства. Если в 2004 году 98% контрабанды продукции предназначалось для сопредельных стран с Россией, прежде всего, Литва, Латвия, то в 2010 году в этих странах оседает только 10%. Остальные транзитом поставляются в страны Западной Европы. И за 4 года нелегальный рынок в Европе растет ежегодно на 10%. И одна из основных причин этому то, что высокие акцизы. Ну, в частности, в Европе высокие акцизы создают... Я бы сказал, не высокие акцизы, а разница между уровнем акцизов в разных странах. Соответственно, идея, которая, на мой взгляд, стоит за этим лоббированием ВОЗ, чтобы в России мы потянули ставки акцизы до европейского уровня, обуславливается именно тем, что Россия, если это сделает, то Россия станет некоторой буферной зоной, где вот эта нелегальная контрафактная продукция будет оседать. И уже в Европу она не пойдет, соответственно, решает свои проблемы. То есть мы, фактически, Россия купирует вот этот вот поток нелегальной продукции в Европе. При этом я обращаю ваше внимание, то что, понятное дело, что мало кого интересуют здесь интересы россиян и курильщиков, потому что, конечно, сложно сравнивать уровень доходов европейцев с уровень дохода россиян. Который, в общем, отличается кратно. Безусловно. А тем не менее, да, задача, чтобы конечная продукция примерно по одному ценнику продавалась. Игорь, вопрос вам. Я, с вашего позволения, добавил бы просто-напросто слова моего коллеги в сегодняшнем эфире. Действительно, буферная зона была бы очень удобна. И это не просто буферная зона. Если мы посмотрим на ценовую карту Европы, то рекомендация, о которой говорил министр здравоохранения, 220 рублей, это примерно соответствует стоимости сигарет в Чехии, в Польше, в Словении, в Хорватии. Другими словами, есть у них идея, у ВОЗ есть идея действительно создать некий такой барьер, некий вакуум с помощью акцизной политики в России для того, чтобы перенаправить контрабандные сигареты, а на сегодняшний момент главным источником контрабанды все-таки называют Китайскую Народную Республику в мире, для того, чтобы эти сигареты попадали в Россию. И оставались в России. И оставались в России, тем более, что, ну, не секрет, скажем так, в Россию попасть сигаретам проще, чем в Европу, потому что в Европе на сегодняшний момент уже начали работать совместные меры, в том числе меры, которые разработаны совместно с мультинациональными табачными компаниями, о совместной организационной работе на границе, которая блокирует контрабанду поставок. — Единственное, что, конечно, в этих обращениях, в этих консультациях, в письмах, конечно, речь об этом не идет. Об экономических причинах, о финансах, о которых мы сейчас говорим. — Всемирная организация здравоохранения, я думаю, благое-благое дело-то, да? — Основная причина, которая не мотивирует заботы, в общем, их заботу о наших акцизах, о нашей акцизной политике, это, конечно, забота о здоровье россиян. В общем, конечно, именно этим... — С этим сложно поспорить, кстати, да? — Мотивируется, да. — Конечно, конечно. — Хорошо. Игорь, вам вопрос. Подобная политика, акцизная политика, естественно, для вас, как для производителя этой продукции в России, не пустой звук. Как вы смотрите на эту проблему с точки зрения производителя? — Могу сказать следующим образом. Рост акцизов — это, естественно, нормальный процесс. Безусловно, идеально для нас это рост акцизов, который отражал бы просто инфляционную составляющую. Это идеальный вариант для любого производителя. Даже плавное опережение, оно бы устраивало. Но резкий рост акцизов всегда вызывает негативные эмоции, особенно потому, что в сегодняшней нашей совместной жизни с нашими соседями по таможенному союзу, с Белоруссией, с Казахстаном, акцизная политика не сбалансирована. Поэтому резкий рост акцизов в одной стране, несомненно, порождает поставки продукции. Это нельзя назвать контрабандой, это наличие нелегальной продукции. В данном случае я говорю о белорусской табачной продукции, которая автоматически будет заливать свободное место, которое освободится от наших российских недорогих сигарет. И мы эту тенденцию чувствуем очень сильно, потому что на сегодняшний момент на своем родном региональном рынке, Брянской, Орловской области, Смоленской, Курской, по нашим оценкам белорусские сигареты в дешевом сегменте занимают уже 15%. Мы перешли, вернее не мы, а белорусские сигареты перешли статус лотковой торговли, они уже в регулярной рознице, они уже в интернет-поставках по крупным городам России, в партиях от 50 коробов и существенно дешевле. Чтобы пояснить, насколько дешевле, по дешевому ассортименту сигарет в два раза. Если моя прима на сегодняшний момент, социальный продукт, как я считаю, стоит в рознице от 25 до 30 рублей... Игорь, я прошу прощения, мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Игорь Моисеев, председатель Совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики, и Павел Толстых, директор Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти. Мы говорим сегодня о интересе Всемирной организации здравоохранения к стоимости сигарет. Чем опасен резкий рост налогов на дабачные издения в России, в чем интерес к росту стоимости сигарет именно в Российской Федерации. Уважаемые слушатели, я еще раз напомню, телефон в студии 6510-99, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ, присоединяйтесь к нашей беседе, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и мы продолжим, Игорь, еще раз, да, вот ваша оценка текущей ситуации, да, чем грозит высокие акцизы на вашу продукцию, в частности вашу продукцию, со стороны наших партнеров по таможенному союзу. Совершенно верно, я начал с того, что мы на сегодняшний момент в своем регионе основную проблему, которую чувствуем уже сейчас и которая будет несомненно усугубляться с ростом акцизом, видим в том, что продукция белорусских фабрик абсолютно свободно, без досмотра, как и положено в таможенном союзе, пересекает границу и продается на сопредельных территориях. Если раньше статус продукции был на лотках предпринимателей белорусских, на рынках вместе с молоком, творогом, колбасой может быть, то сейчас я вижу уже ситуацию другую. Продукция находится в регулярной рознице, в магазинах, в павильонах и цена существенно отличается от того, что можем предложить мы в сегодняшнем уровне российских акциз. Да. К примеру, самый социальный, самый дешевый продукт, сигареты Prima без фильтра, мы сегодня продаем по цене 25-30 рублей в зависимости от даты производства. Белорусская Prima производства Гродненской фабрики, цена от 12 до 15 рублей. Это слишком существенная разница для того, чтобы можно было говорить о каких-то предпочтениях и дополнительной любви к родному производителю. Когда за одни и те же деньги ты можешь купить две пачки вместо одной, это лучшая рекламная программа, что называется. И дальше эта ситуация, она будет только усугубляться, поэтому вот эта проблема несбалансированности акциза в условиях грядущего повышения, она вызывает самое большое опасение, потому что для меня сегодня, в сегодняшней бизнес-конфигурации производить дешевый сегмент я не могу, мне проще его не производить. И сосредоточиться на других группах товара, в частности это сигары, сигарилы, трубочные, кальянные табаки, сегмент других табачных продуктов. То есть с этого рынка вас просто вытесняет вот эта вот недобросовестная конкурентность. Фактически да, с моих региональных родных рынков меня просто убирают. Совершенно верно. Ну здесь интересно, видите, как получается, европейцы пытаются гармонизировать ставки акцизов с россиянами, потому что россияны им перебивают рынок, поставляя транзит там контрабандные, контрафактные сигареты. Например, в Литве вот данные есть от НС, рынок нелегальных, контрафактных сигарет стоит 47%, вдумайтесь. А там где, конечно, контрафакт, контрабанда, там в общем следствие следующее. Первое, это резкие потери федерального бюджета, почему, кстати, Минфин так резко сопротивляются, да, инициативам Минздрава. Вот, второе, это рост теневого сектора, коррупции. Ну и дальше по списку. И так далее, вот. А Россия, видите, пытается, вот наши уже дипломаты в рамках евразийского экономического пространства, в рамках таможенного союза, уже полтора года, правда, безуспешно пока пытаются гармонизировать так называемые ставки акцизов с нашими партнерами. Партнерами, Казахстаном и Белоруссией. Ну, естественно, так как в Белоруссии, в Казахстане, ну, прежде всего, в Белоруссии уровень жизни ниже, чем в России, и в Белоруссии главных производителей сигарет принадлежит государству, понятно, что белорусы не особенно стремятся гармонизировать с нами акцизы, и, в общем, из-за этого возникают определенные проблемы, о которых сейчас говорил Игорь. Вот слово замечательное, Паш, гармонизировать, да, в данном случае решение, то есть поиск компромисса, это исключительно дело доброй воли, я правильно понимаю, да, то есть здесь как бы экономические интересники на первой, на первой, хотя должны, наверное, да, Игорь? Олег, они должны быть, несомненно, экономические, но вот поскольку у нас все-таки передача, имеющая отношение к бизнесу, я хотел бы пояснить, собственно, я хотел бы пояснить бизнес-привлекательность для белорусской табачной промышленности, вот этого процесса затягивания гармонизации. У нас официально объявлено, что процесс гармонизации будет идти примерно 7 лет до 2020 года. Что такое бизнес-время, которое можно выгодно потратить? По моим оценкам, белорусские сигареты спокойно могут занять 10% российского рынка. Плюс к тому, что сейчас уже имеют. Плюс к тому, что имеют сейчас, плюс 10, и даже, давайте остановимся на цифре, 10%, потому что считать удобно. Да, хорошо. Российский рынок, это 19 миллиардов пачек сигарет в год. 10% соответственно, это 1,9 миллиарда. 1,9 миллиарда штук в год пачек может сделать 4 современные сигаретные машины. Всего 4. Стоимость инвестиций на 4 сигаретные машины вместе с упаковщиками примерно 40 миллионов евро. 40 миллионов евро надо потратить для того, чтобы через 8 месяцев оборудование встало на фабрике и было готово закрыть 10% брешь в сегменте дешевой продукции в России. Опять же, 40 миллионов с одной стороны, что мы получим взамен на выходе? Возвращаемся к цифре 10%, 1,9 миллиарда пачек. Предположим, рентабельность всего 10 евро центов будет с пачки сигарет. Тогда получается, что инвестиционный проект 40 миллионов евро окупится через 4,5 месяца. А дальше до 2020 года наступает золотой век белорусской табачной промышленности. Еще раз умножаем и получаем цифру примерно 1,2 миллиарда евро. Все-таки сильные аргументы это цифры. Разговаривать нужно много, а вот цифры и все. Конечно, вот цифры, которые говорят о том, насколько это выгодно в данном случае для моих белорусских коллег по табачному бизнесу. Я очень хорошо к ним отношусь, я знаю их всех лично. Но когда есть возможность не воспользоваться вот этой рыночной ситуацией и никого не обмануть, и никого не подставить. Ничего личного, только бизнес. Ничего личного, только бизнес, да. Абсолютно согласен. И можно понять наших, наших, собственно, братьев, можно понять. Ну а что касается, что такое 10% потери рынка для нас, 10%, опять же, только цифры. По прошлому году 10% недособранного акциза, это ни много ни мало 18 миллиардов. 18 миллиардов. Посмотрим на ближайшую перспективу, озвученную. Эта цифра будет 50-60 миллиардов. Вот что такое, 10% рынка всего. Единственное, что Минздрав считает здесь, рассматривает эту ситуацию в рамках своих цифр, скажем так. Потому что мы сейчас в некотором смысле, если посмотреть нас на ведомственном уровне, то мы, в принципе, отстаиваем с вами интересы Министерства финансов. То есть, которая является, которая ключевым интересом является, это сбор налогов. Соответственно, и согласно этому критерию, Минфин отчитывается председателем правительства. Этим определяется его эффективность. Ну, в общем, как заявила Скворцова, однако, на питерском экономическом форуме, ее, как бы, эти проблемы не очень волнуют. Вот у нее своя система оценок, своя система эффективности. Прежде всего, это продолжительность жизни населения, это сокращение смертности. В общем, они будут, конечно, в рамках своего вот этого ведомственного интереса, они будут действовать исключительно в рамках вот этого интереса. Потому что проблемы Минфина, проблемы Минэка, которые являются занятостью, сесселение, безработице, как бы, их мало волнует. Вот. Соответственно, в этом отношении их поддерживает ВОЗ на таком наднациональном уровне, который, в общем, писал и будет писать там письма и на председателя правительства, и в Минздрав. В этом контексте их поддерживают фармацетические компании, глобальные фармацетические компании, у которых здесь, как бы, прямой интерес. Вот. Если мы говорим о цифрах, то, как вы знаете, это в мире, согласно тем же данным, ВОЗ курит порядка 1,3 миллиарда человек. То есть это потенциальный рынок сбыта для фармкомпаний, которые наживаются на этом, когда люди хотят бросить курить. В мире конкурируют. То есть они предлагают, да, какие-то спорты? Товарозаменители, так называемые. То есть, в общем, по большому счету и табачные компании, и фармкомпании, скажем так, конкурируют между собой за одного пациента, понимаете, да? То есть фармкомпаниям выгодно, чтобы люди начали курить, и потом, чтобы они в определенный момент... Не смогли продолжить. Да, не смогли, и начали бросать курить. Вот. В мире конкурируют три глобальные компании, которые фармацетические, которые делят этот рынок, лидерами являются. То есть это Pfizer, Glasgow Smith Client и Johnson & Johnson, вот эти три компании. Они активно вкладывают в общем бюджеты, и в пиар, и в джар, и в лоббизм, как раз по демонизации и табака, и активно они вкладывают в лоббизм, чтобы курильщику было наименее комфортно существовать. Я вам приведу одни цифры, в общем, они известны. В Японии, когда в 2010 году подняли акцизы на табак, на табачные изделия, продажи препарата Champix от Pfizer выросли порядка 7-8 раз. То есть со 168 миллионов долларов до более чем миллиарда долларов в год оборот увеличился. То есть вот как раз вот эти там 700-800 миллионов долларов, это вот дополнительный рост или отдача, если хотите, от лоббизма, скажем так, в эту тематику. А 2 миллиарда долларов, ну для Pfizer это порядка 2% их годового оборота. В общем, что не так мало. Не так мало, да, согласен. Я хотел бы добавить, что вот в этом контексте рекомендованный как раз рост акцизов и с интенцией стоимости пачки 220 выше рублей, как раз очень хорошо вписывается в канву выравнивание цен на рынке на никотиносодержащие препараты. С одной стороны сигареты, а с другой стороны препараты никотиновозаместительной терапии. Жевательную резинку, пластыри. То есть подтягивается стоимость сигарет до рыночной стоимости медицинских препаратов. Это не заменитель, это, скажем так, заменитель в части доставки никотина. Вот. С точки зрения социального статуса, с точки зрения привычки, даже кому-то нравится курить, в принципе вкусно курить. Это не является никаким заменителем. Поэтому, конечно, в данном случае я усматриваю, возможно, не прямую, а косвенную связь между желанием крупных корпораций, которые занимаются... Прошу прощения, новости на Финам. Итак, друзья, мы продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня тему роста налогов табачных изделий в России. Еще раз я представлю моих гостей. Игорь Моисеев в студии бизнес-класса, председатель Совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики. И Павел Толстых, директор Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти. Еще раз напомню, телефон в студии 6510-996, код Москвы-495, сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашей беседе. Ну что ж, продолжим, продолжим. Замечательную тему, да, вышли мы логично на вот эту вот историю борьбы с курением. Вы знаете... Не только уж это благородное. Ну вот, где-то полтора года назад мы выпустили исследование, такое называлось «Индустрия по борьбе с табаком». То есть мы смотрели именно, кому выгодно, в чьих экономических интересах стоит, скажем так, борьба с табаком. И, в общем, поняли, что один из выводов, таких ключевых, был, что это очень выгодный бизнес. Бизнес именно борьба с табаком. Это бизнес, да. Да, ну я уже сказал, что в мире курят 11,3 миллиарда человек. Соответственно, это люди, зависимые от табака. Соответственно, одним из таких крупных коммерческих интересантов раскручивания темы по борьбе с табаком, ущемления прав курильщиков, это является как раз фармкомпания. Ну я привел пример, в общем, как это работает, как ущемление, там, через акцизную политику влияет на это. Ну добавлю просто несколько интересных фактов. Потому что в России это не так сильно распространено, а вот кто был в Соединенных Штатах Америки, ну знают, что такое фармацетическое лобби, насколько оно там влиятельно. Вот небольшие цифры, например, главным затратчиком на лоббизм в Соединенных Штатах Америки являются фармацетические компании. Они тратят больше, чем в два раза, чем топливоэнергетический комплекс. И за 10 лет на политическое влияние потратили более 2 миллиардов долларов. Согласно официальным данным, потому что в Соединенных Штатах Америки, согласно законодательству о регулировании лоббистской деятельности, там все лоббисты отсчитываются. И ты можешь просто посмотреть, кто кого нанимает, за какие деньги, ну и, соответственно, посчитать. В общем, в год фармаиндустрия тратит порядка 200 миллионов долларов сейчас на политическое влияние. И, конечно, одна из тем, это, конечно, и для них приоритет, это является тема по борьбе с табаком. И, в частности, для этих трех глобальных компаний, которые на этом зарабатывают. Замечу вам, что рынок в России препаратов по борьбе с курением, назовем их так, увеличивается на 50% ежегодно. Поэтому это, в общем, такой существенный уже становится рынок для фармкомпаний. Другим таким крупным игроком глобальным на этом рынке является так называемый фонд Блумберга, который по всему миру выделяет значительные средства. Объявлено до 2015 года полмиллиарда долларов будет выделено на борьбу с табаком именно, с табакокурением. При этом Блумберг не выделяет деньги на борьбу с табаком в США. Россия для Блумберга – это страна, которая находится в приоритете. И многие наши российские ассоциации получили деньги на влияние, на законодательное влияние, на акцизное влияние, налоговое влияние. В частности, фонд Конфоб получил более 2 миллионов долларов, это известно, на борьбу с курением. Откуда это известно? С сайта именно фонда Блумберга – это известно. При этом, Олег, удивительная вещь, очень интересно. Как только российские власти заботились этим иностранным влиянием, иностранными агентами, Россия, если вы зайдете на фонд Блумберга, единственная страна, где за последние полтора года скрываются, кому они дают деньги на лоббизм. То есть вы можете выбрать любую страну, прочитать, посмотреть, кто получает деньги. А в России закрыто. А в России, да, сайт выдает ошибку. Стал выдавать ошибку, и, соответственно, мы, исследователи, за последний год не можем узнать, кто получает деньги. Причем, деньги именно на политическое влияние, потому что это является главным критерием получения средств. То есть ты должен показать возможность и хорошее портфолио, что ты сможешь повлиять на законодателей, российских парламентарий, представителей Министерства финансов и так далее. Ну, то есть это тоже, в общем, интересная такая тема отдельная для исследователей. Ну, я думаю, в России о ней тоже мало кто знает. Да, я понял, Паш, ну, я с тобой абсолютно согласен. Это бизнес все-таки, да, прежде всего. Еще раз возвращаемся к тому, что, собственно, борьба с табакокурением – это благое дело с точки зрения и всемирного оборудования здравоохранения, с точки зрения здравого смысла даже. Абсолютно благое дело, но когда мы говорим про никотиносодержащие препараты, это всегда бизнес, поскольку, и хороший бизнес, потому что это то, чем человек нуждается физиологически, в основном физиологически. Мне хотелось бы добавить, что действительно по прошлому году рынок никотиносодержащих и замещающих препаратов составил порядка 35 миллионов долларов в розничных ценах. Это по прошлому году. В этом году я считаю, что ожидается увеличение более чем на 10%, о котором сказал Паша, потому что реально, начиная с этого года, государство будет инвестировать какие-то деньги в организацию консультации, в организацию лечения наших граждан. Я, правда, не очень понимаю, кто по доброй воле пойдет к специалистам. И есть ли такие специалисты в районных поликлиниках? Я понимаю, что это можно делать в школе или в университете. В школе как профилактика все же, скорее всего. Но как это сделать с основной массой курильщиков, я пока плохо понимаю. Но, тем не менее, я так думаю, что в тех мерах, которые будут финансироваться из бюджета Минздрава, на закупку препаратов обязательно пойдет существенная доля. И это будет, конечно, не 10% к тому, что будет. Поэтому в данном случае, с точки зрения бизнеса фармкомпаний, Минздрав занимает здоровую позицию подготовки нормальной конкурентной среды для этих продуктов. Потому что только в условиях, согласитесь, для врача хорошим аргументом будет сказать, ну, потратить на жвачку 250 рублей, а не на пачку сигарет, давай попробуем хотя бы. Ну, если... Врач будет комментировать, да, близкими его принятиями. Врачи, врачи, это, в общем, просто дополнительный механизм, что ли, сбыта для фармкомпаний. В общем, это известно. Это на примере БАДов, например, можно, да? Это на примере фарминдустрии. То есть во всем мире фармпрепараты продавать, рекламировать нельзя. Ну, там, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, Европу. И, в общем, основной их упор делается так называемых на торговых представителей. Очень хорошо это показано в фильме «Любовь и другие лекарства», который вышел пару лет назад. Как именно фарминдустрия обрабатывает врачей? Потому что рекомендации врачей, им там, по большому счету, скрытые взятки, когда их приглашают там на обучающие семинары, на выступить с лекцией, платят им там повышенные гонорары. В общем, к сожалению, может, я понимаю, что в России это звучит немножко так кощунственно, потому что у нас всегда профессия врач, там, фармацевт, он всегда был, ну, к ним особый неудух был еще с советских времен. Но, к сожалению, россияне забывают, что фарминдустрия – это гигантский бизнес. Один файзер зарабатывает на уровне «Газпрома», например. Естественно, фарминдустрия делает все, чтобы максимально сделать зависимым население в своих препаратах и так далее. То есть, ну, это известно. Я понял. Друзья, давайте мы вот в какую сторону повернемся, все-таки попытаемся, да, немножко облагородить аббревиатуру Всемирного общества здравоохранения. Организация. Организация Всемирного общества здравоохранения. Еще раз повторю. Задача-то благая. Благая цель, да, борьба с курением – это, собственно, борьба за здоровье населения, за здоровье нации. А способов, неужели так мало способов для этого? Вот пока, я так понимаю, один из них – это повышение акцизов для того, чтобы курильщик, да, отказался от сигарет и посмотрел куда-то в другую сторону. Ну, неважно сейчас куда. Еще-то есть способы какие-то? Ну, надо сказать, что исторически борьба – это русский вольный перевод. Изначально все-таки Всемирная организация здравоохранения, она выступала за управляемые регуляции на рынке табачных изделий, но у нас все превратилось в борьбу. У нас есть историческая тяга, видимо. У нас историческая тяга – расставить акцент в более жесткой и серьезной форме, потому что считается, что лучше пересолить, чем недосолить. Это исторически есть в нашем народе, поэтому специально, видимо, с учетом исторического характера это и сделано. Несомненно, есть, помимо никотинозаместительной терапии в виде пластырей, жвачек, аэрозолей, воды даже, несомненно, есть другие способы. Ну, с моей точки зрения, лучший способ – это все-таки дать человеку альтернативу. Альтернативу – снять стресс накопившийся, потому что все-таки никотиновые препараты – это все препараты, которые… Потребление которых вызывается все-таки накопившимся в основном стрессом. И в качестве антистресса можно предложить спорт. Пусть он будет доступным. Пускай, как в Финляндии, вся наша страна будет прорезана лыжнями от Хельсинки и до Северного полюса, что называется. Пускай бассейны появятся в каждом селе, потому что главное – это должна быть альтернатива здоровому образу жизни. Это опыт как раз Испании, они как раз за пропаганду здорового образа жизни сделали в своей стране, насколько мне известно, хотя, в общем, это лучше у врачей, конечно, спросить, посещение бассейнов бесплатными. Вот если бы, я думаю, Москва бы или Россия на федеральном уровне пошли бы на этот шаг. Ну, то есть сдать что-то, чтобы человека разгружало и снять максимальное количество препятствий, ну, прежде всего, финансовых, экономических препятствий. Это, в общем, достаточно такой действенный способ. Испания как раз пошла по этому пути. Ну, это очевидно, да. То есть основная альтернатива вот того… Спорт. Спорт, да. То есть здоровый образ жизни – это, прежде всего, да, жизнь активная. Вот Австралия, например, известна, как бы, с очень такой серьезной антитабачной политикой. И, конечно, в Австралии вот первое, что там, когда туда попадаешь, вот меня чего потрясло, это насколько там люди зациклены на спорте. На здоровье все-таки, да? Да, и вся вот инфраструктура, вот ты попадаешь там в Мельбурн, там в Адалаиду и так далее. Ты в публичных пространствах, то есть спорт доступен, и это модно, это все вот как-то, конечно, это шокирует. Это, конечно, приводит к резкому сокращению потребления табака. Ну, очевидно ведь, что подобные технологии, они гораздо более затратны, правильно? Это сложнее, конечно. Гораздо сложнее. И на этом, самое главное, на этом не заработаешь, понимаете, в чем дело. На этом не заработаешь. Да, да, мы об этом говорим уже. Надо же, чтобы, понимаете, чтобы что-то произошло, нужен был, чтобы какой-то был сильный мотивирующий интерес, понимаете. Поэтому, ну, подождите, вот то, что мы сейчас обсуждаем с вами, да, борьба за здоровый образ жизни, борьба за здоровье нации, это интерес, ну, куда более мотивированный, это интерес государства, да, как, собственно... Знаете, ну, интерес государства, это такая расплывчатая вещь, там, сейчас в науке, там, теория рационального выбора говорит, что интерес государства, это вообще такое эфемерное понятие. Есть государственных интересов очень много. У Минздрава, у него свой интерес, поэтому... В конечном итоге мы опять в наличности на какие-то переходим, да? То есть, там, у Минфина свой интерес, тут должна быть некоторая политическая воля на уровне правительства, на уровне администрации, там, президента и так далее. Хорошо, если следует твоей логике, политическая воля, она, в любом случае, от кого-то конкретного должна исходить, правильно? Конечно, конечно. Опять мы приходим к тому, что должны быть люди, один человек или несколько, которые говорят, вот я, как, стою у руля сейчас, да, и вот я хотел бы в эту сторону повернуть его. Потому что без товаров каких-то заменителей, вот о котором сказал Игорь, там, на котором будет спорт и так далее, то есть борьба вот такая против одной там, ну, товара, например, борьба против пива приводит к росту потребления водки. Борьба против табака приводит к росту потребления марихуаны и так далее. Проходили. Сейчас еще раз новости. Ну что ж, друзья, продолжим эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего замечательного, замечательная тема, замечательный эфир. Мы говорим о росте налогов в табачные изделия, ну и в большей степени говорим о том, кто в этом заинтересован. Очень хотелось, чтобы это в этом основной интерес проявило государство, потому что оно борется таким образом за здоровье нации. Это благородные цели, но не всегда, не всегда все так очевидно, да, вот пример, Паш, Соединенных Штатов Америки меня очень заинтересовал. Ну, вы знаете, вообще тут товары так называемой группы риска, к которой относятся табак, алкоголь, там, игорный бизнес в Америке, это еще оружие. В общем, исследовать одно удовольствие, потому что оно имеет такую специфику. Например, когда мы начинаем бороться с пивом государства, растет потребление водки. То есть, южный тип на северный переходит. Когда начинают бороться с игорным бизнесом, как у нас произошло, растет нелегальный рынок, теневой рынок, игровых автоматов, все эти дела мы знаем. Когда резко борются с табаком, ничего не давая взамен, вот о чем мы говорили, реклама, там, спорт и так далее. Резко растет потребление марихуаны, потому что люди ищут товарозаменители. Например, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, что меня тоже там очень удивило, когда я там жил, что в Соединенных Штатах Америки среди среднего класса сейчас очень распространено потребление марихуаны. То есть, если ты куришь, ты, условно говоря, благодаря вот этой массовой компании, с тобой что-то не так. А вот потребление марихуаны очень распространено. То есть, это нормальная ситуация. Это нормальная ситуация, да. То есть, в России это странно звучит, потому что в России марихуану, там, легкие наркотики употребляют, это удел маргиналов, там, скажем, тех, кто находится на периферии социальных классов и так далее. А вот в Соединенных Штатах Америки это очень распространено. Отсюда, как бы, ключевой вывод-то в чем, что если ты резко повышаешь акцизы, если ты начинаешь бороться против одного, одной группы товаров, не давая ничего замен, как бы рынок, он на той рынок, что он найдет товарозаменители. Потому что правильно Игорь сказал, что люди-то курят там по разным причинам. Расслабиться им нужно, что-то не хватает им. В общем, человек-то несовершенен, да. То есть, конечно, как бы нищенка не хотелось, у человека есть слабости. Если ему запрещают табак, запрещают курение, он найдет... Что-то найдет, конечно. Вот, и в этом плане как раз начинает развиваться теневой бизнес, с которого налоги не платятся, с которой контролируются мафии и так далее. Совершенно верно. Хотя, как альтернатива все-таки, да, и мы об этом тоже говорили, мы могли бы предложить вот тот самый здоровый образ жизни, тот самый, возможно, заниматься спортом, да, а не искать товары заменить. Очень любопытно это проявляется, например, в алкогольном рынке. То есть, повышая резко акциза на пиво, то есть сейчас там уже пиво стоит 50 рублей, резко растет потребление водки, с помощью которой люди спиваются, дети спиваются. А ситуация здесь выглядит таким образом. То есть, подростки думают, что им взять, там, две бутылки пива или одну бутылку водки, которую они, там, разбавят, там, кока-колы и будут, так сказать, целой компанией отрываться. Поэтому тут тоже интересно, в общем, как этот конкурентный рынок построен, в том числе, как водочное лобби, пивное лобби влияет на политиков и государства. Здесь, в общем, похожие очень рынки с рынком табаком. То есть, в любом случае, однозначного решения, к сожалению, наверное, нет. Давайте послушаем, у нас есть, Игорь, секунду, у нас есть звонок, давайте послушаем его. Александр Михайлович, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, я в эфире. Говорите, говорите. Вот, вы меня слушаете, да? Мы вас слышим, да, Александр Михайлович. Говорите, ваш вопрос, пожалуйста. Вот, значит, вопрос у меня такой. Вот сейчас сказаны прекрасные слова, так сказать, много дано информации о том, так сказать, что как борются с собачной зависимостью, как борются, значит, бог знает с чем. Но все, все почему-то забывают о том, что еще с времен Горбачева у нас практически нет ни одной фирмы, которая принадлежала бы России. Например, Ява, это не Ява, Дукат, это не Дукат. Соответственно, огромные, огромные территории заняты под Ленинградом. То есть там бывшие фабрики Урисского и так далее и тому подобное. Это все не наше совершенно. То есть, ну хорошо, будем бороться, мы будем делать что-то, это будет прекрасно. Вот, мы будем прекрасно душами. Вот, но ведь бороться-то мы будем в зарубежном, в забаком. Японские корпорации, кстати. Александр Михайлович, прошу прощения, у нас мало времени. Вопрос какой у вас? Вопрос. Вопрос у меня такой. Что делать именно с такой инвазией зарубежных корпораций, табачных корпораций в нашу страну? Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. Игорь. Я представитель отечественного бизнеса, Погарская сигаретно-сигарная фабрика. Помимо нас на российском рынке фигурирует фабрика Донской табак с полностью российским капиталом. Калининградская табачная фабрика, фабрика в Усмане работает. Поэтому, действительно, для фабрик с отечественным капиталом немного нас. Основную долю занимают компании, находящиеся в собственности мультинациональных компаний. Но, я хотел бы сказать, что, с моей точки зрения, не принципиально, кто инвестирует в предприятие, главное, кто обеспечивает работой людей, кто платит налоги в России, и принципиально, кто выполняет все требования российского законодательства по обеспечению возможных мер безопасности продукта, который оборачивается на рынке. Совершенно верно. Да, Паша. Ну, в общем-то, можно согласиться, конечно, с человеком, который задавал вопрос. Понятно, что международная табачная индустрия, которая здесь занимает порядка 90-95% рынка, понятно, что она убила российских, российских практически производителей, которая не выдержала просто конкуренцию, как и в других отраслях. Совершенно верно стоит добавить, как и в других отраслях. Там софт, там пиво и так далее, неважно, алкоголь и так далее. Ну, что делать? Это такая ситуация, это такой рынок. Главное, что здесь правильно сказал Игорь, то, что налоги-то платят они сами здесь. Работают и наши. Крупные инвесторы, они являются и так далее. Поэтому они прозрачны, что характерно, например, в отличие от рынка водки, который как бы нашим принадлежит. Это теневой рынок, коррупционный рынок, а пивной рынок прозрачный, понимаете, и налогов больше дает. В общем, тут как бы есть свои особенности, что лучше. Ну, Александр Михайлович, с точки зрения такого патриотизма, конечно. Понимаете, ну, мы сейчас живем в глобальном мире. Абсолютно согласен. Сейчас этот патриотизм не столь однозначен уже. Кроме того, Александр Михайлович, независимо от того, какой капитал доминирует в структуре акционерного капитала, и мультинациональные компании, и российские однозначно являются агентами российского правительства, фискальными агентами. В хорошем смысле слова. Потому что за свои деньги они организуют производство, доводят до потребителя товар, за который они отвечают, и большую часть выручки отдают государству в качестве налогов за ту работу, которую они делают. С вашим слушателем можно согласиться, конечно. Ну, конечно, плохо. Конечно, лучше, чтобы Ява там или какие-то другие наши российские марки были мировыми брендами. Российскими, да? Да, российскими мировыми брендами. Ну, что делать, значит? Ну, здесь такая ситуация. Такая же, да. Так жизнь сложилась. Ну, и не страшно, я думаю, по крайней мере, на нынешний момент. Давайте вернемся к нашей теме. Собственно, не так много времени осталось. И вот такой тезис я хотел бы предложить вам обсудить. Я так понимаю, что рост акцизов все-таки неизбежен. Рост акцизов неизбежен. Ну, по факту. Он идет уже, конечно. Он идет уже, да. Я никуда от этого не пересняю. Опережающими инфляцию темпами. Но главное – это его величина. То есть на какую величину поднимать акцизов? Не должно быть резких скачков. Не должно быть резких скачков. И в сегодняшних рамках макроэкономических необходимо смотреть, в первую очередь, на ситуацию в стране, на возможности появления контрабанды, контрафакты, на возможности появления нелегальной продукции из сопредельных государств. Решение должно быть абсолютно взвешенным, потому что невзвешенное решение обязательно приведет к теневому рынку. Теневой рынок, не буду говорить о последствиях теневого рынка. Они очевидны для всех. Но самое главное – это то, что мы таким образом, с моей точки зрения, отодвигаем проблему минимизации потребления никотина в нашей стране. Я понял. Паша? Ну, ситуация здесь так выглядит с этими акцизами. За резкий рост акцизов выступает Минздрав и фарминдустрия, потому что это соответствует их интересам. Если бы Минздраву дали всю полноту власти, Минздрав бы сделал так, чтобы табачная продукция вообще была запрещена в России и продавалась в аптеках. То есть это не мои идеи, это идеи, которые высказывают именно… То есть это озвученные, да, чиновники озвученные? Да, да, это высказывает. Значит, за резкий, за постепенный рост акцизов заинтересован Минфин, у которого при наших достаточно высоких социальных обязательствах, дефиците бюджета, надо пополнять бюджет. Это, в общем, Россия, табачный рынок, он находится в легальном пространстве, сейчас порядка 22% только находится, ну, приходится на конференции. То есть у нас очень белый рынок на контрафакты, контрабанду. То есть за постепенный рост акцизов выступает Минфин. В общем, Минфину, так сказать, выгодно, чтобы курильщик привыкал постепенно его разводить, чтобы он, тем не менее, продолжал курить, но платил все больше и больше бюджета. Ну и за то, чтобы акцизы не росли или вообще сокращались, выступает, конечно, табачная индустрия. И конечный потребитель, наверное. И конечный потребитель, несмотря на все заявления здесь представителей табачной фабрики. Я думаю, что в первую очередь потребитель, для которого соотношение цена-качество в условиях абсолютно понятных доходов является главным критерием для того, чтобы выбрать продукт. И я еще раз скажу, что все-таки появление большой доли контрафактной и контрабандной продукции на рынке, оно очевидно с увеличением акцизов. И, к сожалению, это ломает все планы нашего государства, абсолютно правильные планы по оздоровлению нации и по снижению потребления. Потому что возникает соблазн. Нелегальной продукции дешевле. Я покурю еще чуть-чуть, а там видно будет. Я пока еще могу себе это позволить своей зарплатой. Вы знаете, я буквально еще 30 секунд. Тут хорошо, конечно, мне очень нравится, как мы разговариваем, то есть это логично, выявляем там интересы, говорим, кто это за это смотрит. Но, к сожалению, представителям наших во власти, в парламенте, в правительстве, в администрации президента очень часто это очень сложно делать, потому что эта тема слишком популистски выгодна. Понимаете, очень выгодно, чтобы заработать там очки, голоса избирателей. Очень выгодно на этой теме поэксплуатировать. Спасибо, Паша, спасибо огромное. Игорь Моисеев, Павел Столтых сегодня были в бизнес-классе, мы обсуждали тему. Спасибо вам за внимание.